Время самоизоляции Сразу о наболевшем Из-за того, что украинские семьи были заперты в квартирах на карантин В стране закончилась пандемия и началась родомия Уже третий день в Украине обновляется рекорд порождаемости Только за сегодня в Украине родилась Венгрия мальчиков и Дания девочек 41 тысяча гривен Именно столько правительство теперь собирается забирать у семей за каждого родившегося ребенка Из-за нехватки мест в детских садиках кабинет министра в Украине принял решение выделить под детский садик Житомир Отреагировал на ситуацию с небывалым бэби-бумом и духовенством Православная церковь признала однополые браки как более разумные А у нас прямое включение из аэропорта Борисполь В прямом эфире мы видим, как Владимир Зеленский встречает самолет «Мрия», который доставил в Украину гуманитарный груз с миллионом подгузников, смесью для кормления и детской присыпкой По уже сложившейся традиции весь гуманитарный груз можно будет купить в эпицентре Ну а сейчас мы перенесемся в эпицентр бэби-бума и у нас на связи главврач Бучанского роддома номер 5 Добрый вечер, у меня для вас две новости, хорошая и плохая, с какой начать? Ну давайте с хорошей Да Нас уже 150 миллионов А плохая? Сколько? Нас уже 153 миллиона А как вы справляетесь с таким наплывом? Мы сделали нововведение и бригаде акушеров пришла на помощь бригада, обслуживающая пидстопы Формулы-1 Вот как раз заходит очередная роженица 4,3 секунды, отличный результат Скажите, много рожениц у вас? Знаете, очень, только что привезли женскую сборную по баскетболу Баскетболистки провели карантин запертыми на базе вместе с борцами И в результате у нас целая палата длинных волосатых карапузов Спасибо огромное, мы продолжаем Как нам только что сообщили, родомия коснулась не только людей И у нас на связи наш корреспондент Юрий, прямо из Киевского зоопарка Юрий Здравствуйте, студия Зоопарк на грани катастрофы На время карантина всех животных закрыли в одном вольере И теперь здесь живут не только тигры, обезьяны и медведи Но и черепанды, бобролики, зеброзяны и даже один страуж Вы сказали страуж? Да-да, страуж Это новое уникальное животное, которое от страха сначала прячет голову в песок А потом залезает туда полностью А это все, надеюсь? Нет, по словам директора зоопарка, самыми проблемными зверушками сейчас являются кенгургуси Извините, кенгургуси? Птицы начинают тонуть, когда их сумка наполняется водой Но это еще не все А больше всего посетителей удивляет крокоэдик Подождите, крокоэдик, это смесь кого с кем? Мы пока не выяснили Сторож Эдик отказался комментировать эту ситуацию А крокодил ходит с очень грустными глазами Спасибо, спасибо большое, Юрий Мы надеемся, что к следующему нашему включению вы проясните ситуацию с крокоэдиком А мы прощаемся с вами и в завершении о погоде Ведущая прогноза погоды вынашивает двух детей, а ощущается как пять Уж поверьте на слово А сразу не переключайтесь, потому что после новостей в эфире вы сможете увидеть обновленную версию передачи «Зважене та счастливее» В которой теперь главное угадать, толстый участник или беременный А в 22.00 смотрите премьеру юмористической программы «Ради комика», где у женщин будет всего одна минута, чтобы весело родить комика Да, мы пойдем посмотрим на это шоу, а с вами мы прощаемся, до новых встреч Всего хорошего Елена Кровец, Степан Казалина, новости нашего квартала Один чиновник решил быть ближе к народу и проехался в маршрутке Но по привычке передал за проезд в конверте Хотя, знаете, в Украине в 2020 году произошло много разных коррупционных скандалов Но все-таки, пожалуй, всех переплюнули судьи Конституционного суда Украины Ну, давайте представим Очередное заседание в кабинете главы КСУ Значит так, господа Значит так Дела наши плохи И требуют немедленного разрешения И я, как глава суда Конституционного Конституционного Миша Ты ж знаешь, что я это слово не выговариваю Ну, что ты мне под руку вот это ляпаешь Значит так, господа Вы слышали, что о нас говорят на канале наш Нас обвиняют в незаконном обогащении А если об этом говорят уже на нашем канале То дела плохи Александр Михайлович А можете чутко объяснить А что произошло? Значит смотри, Мишанин Я тебе объясняю, что произошло Значит вот эти Вот эти, которых никогда не зовешь Они сами приезжают Журналюги, да? Журналюги, да Журналюги, да Вот они и значит Они говорят Что мы мафиозная структура Да он тупицкий Это же не правда Конечно не правда Ну что-то они это говорят Прям без должного уважения Согласен Так вот эти вот Вот эти Журналюги Журналюги, да Копаются в наших декларациях И самое обидное И самое главное И самое страшное Что об этом узнали Вот эти Вот эти Ну серость Они как собаки Только без хвостов И на двух лапах ходят Люди Люди, точно Вот они узнали Подняли кай Вот и все Они знаете, что говорят Что мы зажрались Это мы зажрались Мы зажрались Это мы зажрались Ничего себе Охатывается нельзя так Чтоб брать взятки До тех пор Пока мантия в обтяжку не станет А ну встань, Игорь Встань, посмотри Что ты на себя напялил Скажи мне Александр Михайлович Ну жена идиот Комантию застирала Я в домашнем пришел Ты совсем идиот Я тебе говорю Вот эти собаки Как их эти Люди Они из-за этого Еще больше на нас гавкать начнут Так, подожди Нельзя нервничать Нельзя нервничать Нельзя нервничать Нельзя нервничать Да Ну все, до понедельника Пока Да подожди Куда ты пошел до понедельника Пока что-то не придумаем Никто никуда не уходит Здрасте, Александр Михайлович Я же вчера придумал Нет Игорь, то, что ты придумал Мантию на голое тело носить Это хорошо Ничего, продувает все Смотри, нормально Ничего не потеет Но я имел ввиду Ее декларации Что с ними делать Что с ними делать Давайте, что вы сидите За работу Ну Начинает у меня Вы что, издеваетесь? Что такое? Вы что, издеваетесь? В рабочее время? А что? Обед тебе зачем? А что? Обед тебе Оставили все Пооткрывали свои вот эти Декларации Я так и сказал Смотрим, что написано Игорь Ты что, идиот? У тебя 140 часов Декларации Игорь У тебя 140 часов Задекларировано 140 Ты ни разу На работу вовремя не пришел Игорь Что вот это такое? Миша, ты тоже идиот Зачем тебе церковь Ей декларации? А вот это я попрошу Это святое Это не надо трогать Ну, я зашел, смотрю Ну, крестик Ну, как-то мелко Ну, лампадка Ну, не то Ну, иконка Она маленькая А там батюшка Так хорошо торговался Хальян на ладо не сделал Супер Дальше смотрим Вы же вообще офигели что ли? У одного 8 яхт У другого 10 18 яхт на двоих Да возьмите кому-то одному Просто напишите Флот И все И слово короткое В глаза не бросается И никто не заметит С меня пример берите Человек вспомнил Что учил латынь И просто в декларации написал Пенис тоталис В переводе означает До хера всего И чтоб не писать Сколько у меня земли Вот это По всей стране Я просто написал В декларации Немного сумщины Кстати Александр Михайлович Между прочим Вот эти журналюги Больше всего Из-за земли И вашей И возмущались Это потому что Вы в 18 году В Крыму Огромный кусок земли Купили А я не знаю Чего они возмущаются Они вообще-то Меня благодарить должны Я единственный человек Который Хоть по чуть-чуть Крым в Украину возвращал Здрасте А кто пиццу заказывал? О, я заказывал Прошу Давай Все, иди А деньги? Какие деньги? За пиццу А, так мы тебе давали уже деньги Не давали В смысле не давали? Давали Не давали Давали Не давали А ты ничего не докажешь, понял? Что, куда ты пойдешь жаловаться? Главный суд Ух ты А это мы Ух ты Вон пошел отсюда Понял? Не нервничай, Миша А что он начинает? Значит так Я предлагаю отменить эти декларации Золотая голова Нужно, чтобы в Раде это все согласовали Звони вот этим Тоже собакам Которые без хвостов на задних лапах Только которые В дорогих костюмах ходят Депутатам Депутатам точно Звони ОПЗЖ звони Слушай Так давай я сразу Медведчуку позвоню Он наш Не, Игорь Ты давай не путай Не Медведчук наш Мы его Не надо Давай Давай Левочкину позвоним Давай Нормально Таня, лучше Рабинович Ну давай тогда Бойко может А? Да давай шуфричу сразу Так подожди А я сказал Тишина В зале заседания Где мой молоток делся Я ничего не могу понять Я прошу прощения Народный депутат Илья Кива Партия ОПЗЖ О Я тут у вас в прошлый раз Свою вещь забыл А то у моей помощницы Перелом попочки случился Ну ничего страшного Я прошу прощения Здорово, братан Здорово Здорово Шо? Ух ты, ё Ты шо там под мантией голый что ли? Да Предупреждать надо У меня же рефлекс Ну так шо ты пришел? Да, короче Я пришел Значит надо вот здесь вот Один закон похерить Так, это у тебя в Раде херят Понял? А мы тут юридически обосновываем Я прошу прощения Да, я пожалуйста Значит Депутатская инициатива Отмены статьи О незаконном обогащении И запрет Ей декларации Абсолютно верно 47 нардепов подписали Ты смотри Мась Пошла Хорошо Оказывается Нам теперь ничего не надо делать Они вон все подписали уже И никому не надо ценить Вон и Медведчук Левочкин Бойко Рабинович Все здесь Так что осталось Дело за нами Сейчас мы все Быстренько Оформим Все нормально 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 Ну я тогда почесал Давай Давай Кива Что вы не уходите Я не сказал Что я уйду Я сказал Я почесал Я почесал А теперь Пожалуй Пойду Давай Давай Я прошу прощения Это у вас что Кокс? Да Свежий? Ну да Можно понюхать? Да Спасибо Странно Ничем не пахнет Может у меня Что-то с обаянием Пойти что ли Сдать тест на ковид Пойду Я прошу прощения Да Это у вас что Тоже кокс? Да Свежий? Да Из той же партии брали? Нет Можно понюхать? Пожалуйста Странно Тоже ничем не пахнет Может у меня Что-то с рецептами не то Я копчу Копчение Я солю Соления Я курю Растения Я прошу прощения Я прошу прощения Это у вас что Было там Яблоко Да Можно понюхать? Да Он разрешил Я пеку печенье Я хочу Евгения Херь какая-то Ладно, мужики Я ушел Давай Слава Богу Эй, алло Ой, извините Тело забыл забрать Спасибо за яблоко Я прошу прощения Это идиот Честное слово Значит так, господа Закон о е-декларациях Отменяем Теперь все будет хорошо Теперь можно и в баню Александр Михайлович А если нас люди Из здания Суда не выпустят Выпустят Игорь Выпустят Учись Господу помолимся Пойдем 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 В последнее время Мы все уже увидели Что многие Многие Во время карантина Нарушали режим самоизоляции А самые Злостные нарушители Ответили перед законом По полной Итак Представьте Киев Лукьяновское СИЗО В разгар Карантина Вечер В непроветренную хату Карантинные Фарту и масок Здорово говорю Мужики Мужики Наглова пашут А мы арестанты Понял Куда присесть можно Запомни Твое место Возле Санитайзера Давай За знакомство Ваше здоровье За что сидишь? Да форточники В смысле? Ну Форточку Морду Без маски Высунул Вот и замели Ты беспредельщик Ну да А вы за что? А я Фальшивобумажник Деньги подделывал? Бери выше Туалетную бумагу Я из лопуха И подорожника Такой обухов делал Ни одна задница Не отличит Так ты шо? Так А это кто? А это Мика 38,8 У него пожизненное светит За шо? За терроризм Чихнул Сильпо А это Саня Сиплый Здорово Здрасте А вы за шо тут? Тёщу руку сломал? Но ты знаешь По-моему Фуфел Меня парит Я же в маске был И в перчатках И помещение До этого Проветрил И после этого Короче Дело Просто так Шьют братан Он кстати Делает наколки Серьезно? Может тебе По масти набить Да ладно Я кстати Думал там Лорд Или кот Ты че братан Это вчерашний день Сейчас в карантин Совсем другое бьют Ну шо Можно ОПК набить Это шо? Отрицатель Правительственного Карантина Или Толя На грудь Лупануть Только Обсервацию Любил я А ща отморозки ОПЧМ колят Увидел мента Чихай первым Я извиняюсь А вот это у вас На руке набито Комсомо Это какая-то Старая Недобитая Ты че братан Это добитая Нова Кличко Открой метро Открой метро Открой А это кто? Это Света Баба что ли? Ну конечно Два месяца Без салона красоты Менты тоже Не поверили Что это баба Подумали Что Игоря Николаева Словили Слышите Волчат Позорные Я сто раз говорил Я бьюти блогер Прокращай Да Веселая у вас компания Да Еще был один Но сбежал Как? Ну сделал собаку Из хлебного мякиша Пошел выгуливать И сбежал Серьезно Да сволочь ты Мент поганый Да чтоб тебя Собаки Дохлые Лизали Гнида Поршивая Да чтоб тебя Бомжи Зачмырили Мир дому вашему, братья мои С праздником Пресвятой Богородицы Отец Игнатий, очень приятно Помолимся, причастимся, подходи по одному Святой Отец, грешен я Что сталось? Теща руку сломал Так а в чем грех? На Пасху Пойдем, отойдем Слышь, спортсмен, а тебя за что замели? За это и замели В гидропарке тем же самым занимался Ты что, фотки не видел, как меня ловили, что ли? Точно, ты вот куда лицо знакомое видел По всем новостям показали А теперь, малой, слушай, как все было Стала вялой моя В карантине мышца Богатырская грудь Стала сиськой простой И тогда я, братва Маску сдернул с лица И на дерзкий побег прямо в спортгородок Я рванул шо дурной Я железо керачил В кровь сдирая ладони Даже пресс появился На спине моей Вдруг тут менты огружили Навели телефоны И тогда я пустился В платье от них по Днепру Раздавался вокруг Громкий приусом бой Привлекли в перехват И спецназ, и войска Истребители шли Прямо над головой И по концу СБУ Незаметно воткнул мне подплавки жучка Греб я против теченья Патерфляем и кролем Наблюдали в прицелы С берегов снайпера А Кличко журналистов С планом Б ознакомил Он сказал, надо выпить Воду всю из Днепра Обращение ко мне Записал президент И поставил хэштег Разом зловым качка Пигус громкий отснял Для ютуба сюжет Как со мной рядом плыл И вопросы решал Лично брат Ермакат Тут пошли пузыри Прямо из-под воды Сам Аваков гляжу На подлодке плывет Он меня повязал И в СИЗО проводил А потом сам себе Перед строем вручил Наградной пулемет Строгий суд Беспристрастный Штраф паял мне за это Ровно тысяч семнадцать Отлистал я купюр Отмечало начальство Пополнение бюджета В тот же вечер снял Убилус Как худел весь велюр Опа Давай 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 Знаете что мужики думаю Надоело все Когти рвать надо Менты нас все равно На удаленке охраняют Эх Была не была Эх Эх Феменов Феменов падла А ну вернулся Я тебе еще за побег Два года в паяль Барен Всем стоять Вы знаете Если бы в передаче Битва экстрасенсов Принимали участие Настоящие экстрасенсы То тогда бы на кастинг Пришел всего один человек Который реально знал бы Что он победит И так мы тоже решили Заглянуть немножко В будущее В будущее телевидения И так Интеллектуальное шоу 2050 года Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Друзья На дворе 2050 год А на ваших экранах Интеллектуальное шоу Где вы можете поменять Свои знания по истории На наши деньги Пока не появились участники Напомню вам О самых громких событиях Уходящего 2050 года В этом году Вышел новый 412-й айфон К сожалению Это модель без экрана Так как он весь в камерах В Украине Наконец-то Легализировали проституцию Правда пока лишь В медицинских целях На президентских выборах В очередной раз Проиграла голограмма Юлии Тимошенко В Японии Начали печатать Живых людей На 3D принтере А на заводе Автозаз Део Разработали новейшую технологию Которая позволит Через 20 лет Выпускать Ланос С коробкой Автомат Поздравляю А вот и наши Финалисты Прекрасный выбор Транспорта Прекрасный А вы Евгений Тоже Молодец Ну что ж Знатоки готовы? Да Тогда предлагаю Начать Пожалуйста Сейчас мы с вами Выясним Кто из вас Лучше разбирается В истории Итак Внимание Первый вопрос Да Что такое Аваковщина Аваковщина Это период В истории Украины Когда среди всех Полицейских Самым добросовестным Оказывался Аваков Или Или тот Кого предлагал Аваков То есть Сам Аваков Верно Следующий вопрос Когда в Верховной Раде Украины Образовалось Абсолютное Монобольшинство Когда фракция Слуга народа Объединившись С фракцией Восемь первых Свиданий Склонили на свою сторону Депутатскую группу Любовь в Большом Городе И переманили К себе Блок сватов Исчерпывающий ответ Дорогие зрители Я хочу вам напомнить Что наше шоу Выходит на телеканале Один плюс один Плюс интер Плюс пятый канал Да В этом году Коломойский Приобрел еще Один канал Повышаем уровень Сложности Пожалуйста Внимание вопрос В каком году В России Путин решил Воскресить Ленина В 2038 Верно А в каком году Уже Ленин Решил воскресить Путина В 2049 Соболезную Нашим соседям Которыми сейчас Управляет И Ленин И Путин Но это был Абсолютно Правильный ответ Супер А сейчас Внимание на экран Фото вопрос Да Расположите Президентов Украины В порядке Их правления Есть ответ Пожалуйста Вова, Лена Лысый, Мико Прекрасно Основное достижение Президента Мико Фаталова Перенес столицу Украины В Ереван Верно А чем запомнилась На своем посту Елена Кровец При ее правлении За каждого Третьего ребенка Давали миллион долларов С задним числом Правильно Усложняем В каком году Осудили культ Личности Кашевого В тридцать восьмом Неполный ответ В тридцать восьмом От Рождества Кашевого Ваши знания Просто поражают Продолжаем Сколько всего В общей сложности Сгорело домов У Валерии Гонтаревой Шестнадцать Это в Киеве А по всему миру Тридцать пять Это затопило А сгорело Семьдесят шесть Правильно Идем дальше Паспорт какого государства Стал сотым В коллекции Игоря Коломойского Это государство В Западной Африке Бенин Ответ правильный И только Теперь государство Называется Бенин Не путайте пожалуйста Извините Продолжим тему И снова фото вопрос Внимание на экран Кому из этих людей Удалось вернуть Приватбанк Есть ответ Слушаю Дизел Верно А с чем это было связано Это связано С новым законом Украины О передаче Приватбанка Любому бородатому человеку Кроме Коломойского Кроме Коломойского Абсолютно верно Друзья Хочу вам напомнить Что спонсор нашей передачи Электронная водка Айкос Айкос водка Точно такая же водка Только хуже воняет Что ж Уважаемые знатоки Настало время Блиц-игры Супер Вы готовы? Да Тогда приступим Когда в Киеве была решена проблема С Шулявским мостом? В 2034 Как? Все привыкли ездить в объезд Верно В каком году футбольный клуб Динамо Киев Пятый раз подряд Выиграл Лигу чемпионов? В 2045 Правильно А в каком году Лига чемпионов Прекратила свое существование? В 2040 Верно Кто стал президентом Бразилии В 2029 году? Ренат Ахметов Как ему это удалось? Он скупил всех бразильцев Вы совершенно правы В каком году На заводе Автозаздео Собрали машину времени? В 2039 Можете назвать ее особенность? Ну Она перемещала только в будущее И не очень быстро В какой скорости? Ну Примерно Один день В день Верно А когда Защитница окружающей среды Гретта Тунберг Наконец Успокоилась? Когда мир Отказался от пластика? Неверно Когда Затянулась Озоновая дыра? Нет А когда у нее появился парень Правильно В каком году Дмитрий Гордон Окончательно сошел с ума От любви к себе? В 1998 Абсолютно верно Назовите три причины По которым Виталий Козловский Сел в тюрьму Тепло Сухо Хорошая еда Именно Год 2019 Кто именно Настоял Чтобы с возвращенных Россией Украинских катеров Сняли унитазы? Непонятно Я тоже не помню Небольшая подсказочка Виктор Янукович Очко засчитано 2038 год Украинские политики изобрели вечный двигатель На чем он работал? На гоньбе Правильно Продолжаем Назовите всех мужей Ирины Билык Что-то вы что издеваетесь? Это голову можно сломать Вы в своем уме Зачем вы это делаете? И так уже Это невозможно Хорошо Упростим вопрос Назовите всех не мужей Ирины Билык Кириченко, Красавчиков, Суворский Правильно Год 2023 Депутат Илья Киева поменял пол Назовите причину Счесал Это правильный ответ А в каком году смена пола стала трендом? В 2030 А кто стоял у истоков этой моды? Сестры Кличко Совершенно верно Сестры Кличко Судя по результатам К сожалению, с одним из участников мы должны попрощаться Давайте ему поаплодируем Он достойно сражался Езжайте Ну что ж, мы, Евгений, переходим с вами к супер игре Супер игре Итак, от победы вас отделяет всего лишь один шаг Внесите артефакт Так Секундочку Вам, возможно, незнакома эта вещь Но это четвертый айфон Сложная задача Вам придется его разблокировать Прошу Это появилось после 16-й версии Ну что, Евгений, это было в 13-м айфоне Я, конечно, может, это для вас прозвучит дико Может, я, конечно, ошибаюсь Но, может быть, он разблокируется пальцем И это правильный ответ, Евгений Спасибо, унесите Не, подождите, не надо уносить Подождите, что такое? Я никогда не видел четвертый айфон Можно я с ним заселфлюсь? Пожалуйста Наша передача подошла к концу Не переключайтесь Потому что сразу после нашего шоу Вас ждет цикл памятных программ «Жить было здорово» с Еленой Малышевой До новых встреч! Новый год Новый год – это семейный праздник Поэтому президент Владимир Зеленский Решил встретить его в кругу самых близких и родных избирателей Итак, представьте 31 декабря Кривой Рог Квартира Зеленских Мамуль Мам С Новым годом! Ой! Я дома, наконец-то! Здравствуйте, Владимир Александрович! Мам! Ну дай поцелую Ну шо, не мамка тебе, Владимир Александрович Мам! Ну шучу, шучу Вовочка Ну иди, садись Давай, я уже кушать хочу Я так рада, что ты к нам Проголодался Приехал, подожди А шо это я? Да Сначала ж руки мыть Ну как всегда Давай А, мам! Что там? Я руку обжег Что? А, Вова Вот это я как раз хотела с тобой об этом поговорить А ты не мог бы в следующий раз как-то незаметно приезжать, сына? А то, как только слух проходит Шо ты едешь Нам две горячих воды дают Ой, ну шо, а еще скажи сразу, чтобы уже закрыть этот вопрос, ты смертную казнь водить будешь? Нет, конечно. Вот же ж, блин, зря я им в Жеке там наобещала. Ну ладно, кушай, кушай, Вовочка. И рассказывай, как Лена, как дети. Все хорошо. Ага, а дети как Лена? Мам, ну я же ответил, все хорошо. То есть на своей пресс-конференции ты 14 часов можешь на одни и те же вопросы отвечать, да? А маме два раза спросить нельзя. Мамуль, все хо-ро-шо. Ну и хорошо, что хорошо. А на работе как? Ну. Мам, ну я приехал, Новый год, ну давай не будем о политике, о работе. Ну, Вомочка, ну ты пойми, ну я же мама, я волнуюсь. Я вот знаешь, что хотела сказать, ты в следующий раз, когда вот это Верховную Раду придешь, ты близко к Ирине Геращенко не подходи. Почему? Да она так орет, я боюсь, тебя продуть может. Мам, ну я же прошу, ну не надо о политике. Все, все, сказал, я поняла. Нет, значит нет, все. А че ты Арахамию главой фракции сделала? Ну назначил я его и назначил, ну в чем проблема? Ну как, Вов, ты шо? Он же ж парохобот. Да. Ты знаешь, что он до выборов там про тебя писал? Ты знаешь, что он говорил, что тебе нечего в эту политику лезть? Ну, во-первых, до выборов не он один так говорил, мама. Ну, то, что ты родителей простила, это хорошо. Да. Это спасибо, Вовочка. Слушай, Вов, ты кушай, кушай и говори. А это ты с премьер-министром Израиля же встречался, да? Да, конечно. Ой, а че ты через него посылку тете Вере не передал? Мам, ну мне вообще-то было как-то неудобно. А, да. То есть ей через него сюда передать было удобно, а тебе нет. Ну я поняла, ладно. Мам, ну как ты себе это представляешь? Ну это дипломатия. Там все серьезно. Ну, я ж не знаю, как у вас так. Секунду. Ой, кто там? О, видишь, вот, звонит президент Польши Анжей Дуда. Ой. Да, Дуда. Да, Дуда. Да, Дуда. Да, Дуда. Дуда, да. Да, да. Дуду. Ну да, да. Ну да. Ну да, Дуда. Да. Ну вот. На муль. Видишь, серьезные люди звонят. О, это хорошо, что все решается. Хорошо. А что там с рынком земли? Что там с рынком земли? Накинулись они на меня. И главное, кто? Главные фермеры страны. Тимошенко Медведчук Рабинович. Ой. Ну я не знаю его. Может и зря с ними так, а? Ну может они волнуются. За село, за землю переживают. Они такие слова, как земля и село, использовали только в предложениях, сравняйте это село с землей, я эту дачу строить буду. Ну ладно, не кипятись. Все, не кипятись. Да что ж такое, опять. Нет, Ангела Меркель звонит. Меркель. Да, Ангела, guten Tag. Да, и вам любви в Новом Году. И вам нежности, конечно. И я вас, да, с Новым Годом. Такая милая женщина, мам, ты не признаешь. Ну, наконец-то. Привет. Папа, папа. Привет, сын. Привет. Погодь. Да. Ты во Франции Путину руку жал? Да. А че не дожал? Да. Папа. Шучу я. Ладно, давай выпьем, сына. Давай. За Новый Год. Давай. Папа. Все. Ну, ты ж знаешь, я не пью. В смысле? А сего, Хабарин Бо? Ты шо, его по-трезвому назначился? Папа, ну ты хоть не начинай, ну Господи. А между прочим, Вова, папа все правильно говорит. Я б на твоем месте присмотрелась к окружающим тебя людям тоже. К кому, мам? К Авакову, например. Он уже одного президента кинул. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ага. Не начинай, пап. А этот, этот Богдан твой, шо он от этого вокруг тебя все время вьется? Мам, он не вьется. Богдан нужный человек. Он классный адвокат. Классный адвокат. Да. Слушай, Вова, ты ж вроде честным президентом хотел быть. Так я и есть честный президент. А зачем тебе тогда постоянно рядом классный адвокат, а? А? Видишь? Да что такое? Это закончится когда-то или нет. Лукашенко звонил. Да, Александр Григорьевич. Алло. Да. Владимир Александрович. Да. Мы когда с вами в Житомире виделись, я там зажигалку потерял. Мне когда-то ее посол Латвии дарил. Да. Сипа хорошая такая. Вы не находили? Да, нашли, конечно. Ага. Это вам. С Новым годом. Всего хорошего. Все понятно. Бовчик. Да. Иди сюда. Да. Я тебе что хотел сказать. Ты когда это, в следующий раз с Путиным будешь встречаться, ты там смотри, лишних движений не делай. Тяни время. Тебе 41, ему 67. Тут время на твоей стороне. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ой, Саш, ты такой скажешь. Давайте уже с этой политикой закончим. А, да. Все. Действительно, отец. Новый год. Ну, сколько можно, сын в гости приехал. Все. Сына, не будем. А выборы будут в следующем году? Кстати, да. Да. Будут мне очередные местные выборы. А, ну да. Не все же ребята с квартала еще пристроены. Мать штуки. Да, это вообще, это что за... Наглость такая. Сейчас, подожди. Звонят целый день от этого. Да, алло, я слушаю. Хеллоу, Владимир. Это Дональд Трамп вас беспокоит. С наступающим вас Новым годом. У меня к вам просьба. Прислушивайтесь по советам Порошенко. Он мощный политик и классный мужик. Значит, во-первых, у меня определился ваш номер, Петр Алексеевич. Какой Петр Алексеевич. Я Трамп. Да. А во-вторых, я встречался с Трампом, и он вот так вот не разговаривает. С Новым годом. До свидания. Вовочка, а мы тут как раз вот с папой спорим. А помнишь ты, когда в президенты шел, ты обещал всех бандитов посадить? Да, обещал, конечно. А шо ж до сих пор не посадил? Ну как, мам, ну мы работаем над этим. Я уже посадил. О, видишь, он посадил. Да шо там он посадил? Аккумулятор на Тесле два раза за полгода он посадил. Пап. Не, ну я не понимаю, это... Так, ну с Кличко я точно не хочу разговаривать. Кличко? Всё. Ой. Здравствуйте, это Виталий Кличко. Зеленские здесь проживают? Нет, это первый этаж, а они на третьем. Значит, сидим тихо, как будто нас нет дома. Тяжело. Здравствуйте, Зеленские здесь проживают? Это второй, а они на третьем. А шо он делает в Кривом Роге, а? Да то же шо и в Киеве, ничего. Так, хватит уже. Здравствуйте, Зеленские здесь проживают? Это четвёртый этаж, а они на третьем. Фу. Ой. Ё-моё. Господи. Это вы в дебри забрались, конечно, я вас еле нашёл. Здравствуйте, с наступающим Новым годом. Здравствуйте, Виталий Владимирович. Виталий Владимирович, а что вы делаете здесь у нас? А я просто вам дозвониться не мог. Да. Поэтому решил сам на велике приехать, вот. В смысле, вы ехали на велике из Киева в Кривой? Да. На вас люди не смотрели, как на сумасшедшего? Смотрели. Я просто единственный, кто в Интерсити на велике ехал. А, логично. Да. Я, кстати, к вам не с пустыми руками. Угадайте, какой сюрприз я вам приготовил. Не так, сейчас. Угадайте, какой сюрприз я вам приготовил. Ой, Виталик. Опа. Ни за шок не догадались. Спасибо. Ни за шок не догадался. Ну, Виталик, садите, застой я вам тарелочку поставила. Спасибо. Я телевизор вам включу. Давайте. Да, между прочим, это булава самого Богдана Хмельницкого. Понятно? Понятно. Ага, это хорошо. И что у вас виноград такой горький? Вы что, Виталик, это оливки. Ага. Смотрим. Новости Киева. Сегодня ночью на Софиевской площади неизвестные вандалы отломали булаву от памятника Богдану Хмельницкого. А, ну что, мальчики, не будем вам мешать, да, отец? Вы общайтесь тут, а я вон пойду на крышу снайперу. Я вон пойду на крышу снайперов покормлю. Ну да. А то, что они там мерзнута? Пошли, Виталик. А я, собственно, еще приехал, Владимир Александрович. Да. Подписать что-то нужно? Не-не, это я тезис на темы для нашей беседы набросал, чтобы ее забыть. Читайте. Сейчас, не могу вспомнить. Слишком тезисно набросал просто. Ну, читайте, читайте, мы разберемся. Да. Так, пункт первый. Попросить денег на метро. Ага. Владимир Александрович, дайте 8 гривен. Вы уверены же, вы именно это хотели попросить? Не уверен, я же говорю, слишком тезисно набросал. А, ну, давай здесь. Так, сейчас, что ж тут, где тут? Ага, вот. Значит, договориться о новом сроке. Так. Владимир Александрович. Да. Тут такое дело, я в принципе могу это устроить, но вряд ли вы именно это хотели. Вряд ли. Я же говорю, тезисно слишком. Слишком. О, вот тут все понятно. Да. Показать свою поддержку. А я за вас голосовал. Но при этом сохранить свою позицию. В танцах со звездами. Говорить с ним жестко. Ты понял меня? Но не перегибать. Зайчка моя. Не показаться глупым. Это снайперы там покушали. Но и не умничать. Владимир Александрович, а что такое дефибриллятор? Подлизаться к президенту. Но с угрозой. У меня герпес. Так. Виталик, у вас все? С Новым годом. Спасибо. Выход там. Давайте я вас проведу. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Да. Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Зачем вы здесь? Говорят, что я имею влияние на офис президента. Кто говорит? Я говорю. Значит, Игорь Валерьевич, послушай, мне это надоело. И так здесь удачат, что мы с вами связаны. Сейчас еще журналисты скажут, что вы меня лично приезжали поздравлять. Не бойтесь, не скажут. Ты же не скажешь. Вы что, с ума сошли? Да шутка, шутка, вы думаете, что же, подарки там. Вот думаю, что же вам такое подарить, Владимир Александрович? Давайте дарите и уходите. Что же вам такое дать? А давайте вы, Игорь Валерьевич, поменьше интервью. Все? Это будет лучший для меня подарок. Ну так я пойду. Да. Хорошо. Идите, конечно. С Новым годом. С Новым годом. О, скайп с Трампом. Здравствуйте, мистер Трамп. Как ваши дела? До того, как мы с вами первый раз созвонились, были лучше. Понятно. У меня проблема, мистер Зеленский. Какая? Меня будет допрашивать Конгресс на детектере лжи. Хотел с вами посоветоваться. Ваши депутаты ведь проходили детектор лжи. Да, конечно, проходили. Все депутаты оказались честными. А вы можете мне одолжить ваш детектор? Ну, можно, в принципе. Еще, мистер Зеленский. С Новым годом вас. Спасибо. Я не люблю много слов. Я люблю конкретные дела. Да. Поэтому, чтобы доказать, что мы с вами на одной волне... Браво! Браво, мистер Трамп! Да. Вовочка! Да, мамуль. Да, Вовочка. Я здесь. Слушай, а еще хотела спросить. Да. А новогоднее обращение записал уже? Не, мамуль, там это будет все в прямом эфире. Будем писать сейчас. Пока репетиция была, мы записывали репетицию на телефоне. Ой. А можно маме посмотреть? Ну, можно, конечно. Ой, вон, красивый такой. Ну, а ты что хочешь? Подожди, Вовон. Да. А шо это такое? Где? Шо это ты на морозе в легеньком костюмчике? А хоть пледик бы какой накинул? Я вон смотрела, Трамп всегда в шапке. Какая жапка, мам? Это парик. Да? А я думала, такой каракуль интересный у него. А шо... Подожди, Вов. А шо это, шампанское у тебя в руках? Ну, Новый год. Вов, ну какой пример ты молодежи подаешь? Нельзя было соком поздравить, ну. Мам, ну какой сок? Ну какой пледик? Ну, я уже не ребенок. Ну, вечно ты с этими мамиными заботами. Шапку надень. Ряба-шапку сними. Господи, мамуль, мне надо идти записывать обращение. А я с тобой. Сейчас, секунду, я в зеркало посмотрюсь. На. Все, мамуль, я пошел. А я рядом постою. Мамуль, ну пожалуйста. Я рядом тихонечко постою. Ну, не надо. Дорогие зрители, до вашей уваги новорождение президента Украины Володимира Зеленского. Дорогие зрители. Дорогие зрители. Дорогие зрители. Глаза у них на зеркало похожи, в них отражен твоей надежды свет. Еще один обычный день был прожит, оставив на лице свой след. Как неизбежность противостояния, как шрамы, что получены в бои. За чью-то жизнь они ведут сраженье, забыв порою про свою. Где-то ангелы не спят опять в ночи, плавится весь мир, как свеча. Прогоняя боль и печаль, станут за тобой у плеча. Закончит смену твой дежурный ангел с улыбкой на измученном лице. Не требуя медали за отвагу, тихонько перекурит на крыльце. А мы кумирам создаем без счета, и до небес возносим иногда. О людях в белых ангельских халатах мы вспоминаем, лишь когда беда. Где-то ангелы не спят опять в ночи, плавится душа, как свеча, чтобы в темноте нам включить свет, что нужен здесь и сейчас. Дякуймо лікарям за те, что они для нас делают. Дякуймо. Вы справжні герои. Студія Квартал 95. Made in Ukraine. Дякуймо.